Здравствуйте, дорогие друзья! Мы ведем свой рассказ с испытательных участков агрофирмы Аэлита и наш консультант, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Борис Исаевич Мамедов. Сейчас у нас будет рассказ о баклажанах. Я гарантирую, что смогу вас удивить, потому что здесь такое сортовое разнообразие, вы таких баклажанок точно никогда не видели. Борис Исаевич, вот расскажите, пожалуйста, что это вот за чудо? Это же баклажанчики? Это баклажанчики, да, все. Ну, давайте начнем с истории. Дело в том, что долгое время, и советские времена, и потом, буквально 20 лет назад, мы все знали только один баклажан, правильно? Синенькие. Синенькие еще называли, да, темно-фиолетовые, такие баклажанчики. И на рынке продавали, и все у себя на огороде сажали. Ну, буквально 20 лет назад уже начали появляться и другие формы баклажана. Сначала появились у нас вот такие белокрашенные баклажаны, белоплодные баклажаны. Альбиносы, так говорится, да? Ну, альбиносы, белокрашенные, там, да, есть разные сорта. Появились вот такие полосатенькие баклажаны, там, да, вот, такие цилиндрические, такие вот. И по форме они высокие, разные. Да, да. Потом появились вот такие шаровидные баклажанчики, там, да. И начали появляться вот такие зеленые баклажаны. Все эти баклажаны, конечно, в разных странах очень популярны, используют огромное количество вот этих разных форм. Вот эти все баклажаны, то, что мы сейчас вам показали, относятся к одному виду. Это соланин мелангена, да, как называемый. Но еще есть несколько видов баклажанов, которые также в мире широко распространены. Это так общее название баклажан африканский. Там есть и формы, которые плоды едят, есть и листовые формы. Вот. И эти баклажаны африканские, так называемые, тоже есть два вида. Баклажан эфиопский, соланом эфиопиком, и крупноплодный, соланом макрокарпом. Вот эти... Это крупноплодные, а вот это мелкоплодные, да? Ну, это, так, видовое название, там относятся и то, и другие формы, так скажем, да. Вот эти баклажаны очень широко пользуются, так скажем, в африканских странах, в странах Юго-Восточной Азии, в Китае, в Турции. Сейчас очень модно вот эти баклажаны, вот такие полосатенькие, из-за высокого содержания каротина в них, там, да. Вкус баклажаны, плюс еще высокое содержание каротина. Так что вот эти все баклажаны, вот эти формы баклажаны, они... Баклажаником запекают, украшают блюдо овощное, вот это вот рагу с какими-то крупами делают, и вот эти вот целенаплодные запеченные баклажанчики прям красиво, очень красиво смотрятся. Красиво смотрятся. Вот, к сожалению, у нас в коллекции сейчас отсутствует эта листовая форма, но очень вкусный, нежный лист. Листья можно использовать как зеленую культуру для различных салатов, и также можно использовать, как мы обычно делаем, да, из виноградных листьев, там, голубцы делаем, да. Также можно использовать вот для таких целей. Так что тоже очень интересная там, да, вкусная форма. Вот, это вот фаза технической спелости вот этих форм баклажанов, которые там, да, вот полосатенькие. То есть прям здесь вот явно видно полосатость такая? Да, полосатый там, да, потом этот полосатость все-таки остается немножко вот такой там, да, и становятся оранжевые такие вот формы. Эти формы баклажана, вот, отличаются от этим тем, что вот этот синенький, да, как называется баклажан, и здесь высокое содержание, так называемое там, общее название насунин. Это флавоноиды, сильнейший антиоксидант. Вот из-за этого вкус, вот этот, который там людям не нравится, там слабенький, горький, очень, вот в белых баклажанах этого нету. Если баклажан вот этот вы будете жарить с лучком, это как белые грибы. Попробуйте, изумительный вкус, нежный, нежнейший вкус. Дорогие друзья, мы уже в Нижегородской области выращиваем такие баклажаны, получаем замечательный урожай, действительно потрясающий вкус грибов. Да, да, как белые грибы, изумительный, как деликатес можно использовать. Еще форма есть, вот такая вот кистевая форма, видите, там, да, в одной кисти формируют несколько плодов. А для баклажанной икры, собственно говоря, какая разница? Да, такая разница, в принципе, это тоже можно так вот целиком запекать, использовать. Также можно фаршировать, как эти формы, допустим, да, фаршировать не только мясом, но фаршировать также. Начинки можно сделать любую, там, да, абсолютно, там. Острый с чесноком. Острый с чесноком, там, да. С орехами. Добавлять острый перец, вот этот смесь, там, кориандр, там, например, укроп, петрушка, там, да, грецкий орех, там, все перемешать. И баклажан. Как вкусно вы рассказываете. И уксусом, да, или, там, без уксуса. Ну, разные есть, огромное количество рецептов, так что можно использовать. Все эти, так скажем, полезные овощи, разновидности баклажана. И скоро будет, я думаю, на нашем рынке они уже есть. Уже есть, уже есть. Да, и будет появлять еще новые формы. А вот скажите, пожалуйста, по скороспелости, какие из них у нас можно в Нижегородской, скажем, области, в средней полосе России выращивать? Все? Да, в средней полосе России в условиях защищенного грунта, обычной пленочной теплицы, которая у каждого на огороде имеется, эти баклажаны будут... Все расти. Все расти и плодоносить. Угу. Баклажаны, когда переходит в биологическую спелость, вот все баклажаны практически вот такую окраску имеют, такую сероватую, это уже вот когда семена формируются. То есть вот задавали вопрос, почему вдруг баклажаны становятся скоричневатой окраской? Это уже переходит в биологическую спелость, это уже... То есть это нормальный процесс? Это нормальный процесс, из этих баклажанов, вот из этих семян собирать нельзя, потому что они будут не всхожие. А эти баклажаны уже переходят, вот здесь семена формируются и достигают оптимального, так скажем, оптимального размера. И здесь вот из этих плодов, еще поддержать чуть-чуть, мы соберем нормальные, всхожие семена. Ну это, конечно, уже такие плоды непригодны для использования. Там грубая мякоть становится. Даже не грубая, мы становимся горьким. Здесь содержание солонина, вот так называемое, который горечь дает, и здесь намного больше, здесь практически их нет. А вот бытует мнение, что вот такие крупноплодные баклажаны, они очень долго созревают, и нельзя их у нас выращивать в средней полосе. Это ведь не так, правда? Вот сейчас мы вам покажем в теплице, как, да, единственное там, скажем, да, это, так сказать, для любителей такие баклажаны. На одном растении, если обычная баклажана, может формироваться штук 10, 12, там, и 15 даже плодов, таких, конечно, растения не вытянет. Вот такие вот крупные плоды на растениях будет формироваться, ну, 2-3. Ну, вот у меня 4 баклажана, вот такого размера выросло, 4 на одном растении. Их тоже, в принципе, надо срывать вовремя. Не надо держать, чтобы они переходили в фазу биологической спелости. То есть за размером не гонитесь. Я правильно понимаю, что вот это вкусный и это вкусный? Да, оптимальный размер, вот баклажанчиков, да, вот они, да, вот это для цилиндрической формы, вот оптимальный размер, вот оптимальный размер, когда видно, вот она глянцевая, такие свежие плоды. Это вообще такой красивый, прям вот изумительный, как ёлочная игрушка какая-то, прям произведение искусства. Дорогие друзья, а вот у этих такая сумасшедшая урожайность, я сначала подумала, что это помидоры, то есть на кусту их висит огромное количество. Очень много там, да. Ну, естественно, растения-то высокорослые, и при посадке таких баклажанов необходимо обязательно соблюдать густоты стояния растений. Если таких баклажанов, там, рабочих, в нашем понимании, на квадратный метр мы сажаем, ну, 3-4,5 растений, там, да, вот, 70 на 40. 70 на 40. Да, 70 на 50 можно, чтобы там, да, потому что баклажан не любит затенение. Если баклажан не будет затенение, завязываемость практически будет отсутствовать. Поэтому, а вот такие баклажаны, которые высокорослые, вы сейчас увидите там, да, надо сажать, допустим, на метр, квадратный метр, две штучки. То есть с расстояния именно метра. Так, еще вот какой вопрос задавали. Как нужно правильно формировать баклажаны, вот эти пасынки, как нужно правильно удалять? Ведь вот там именно в пазухах листа именно завязываются вот эти вот, да? Дело в том, что если разговор идет о пленочных теплицах, это уже как бы не формирование называется, а как бы удаление лишних побегов, так скажем. Формирование – это когда в промышленных теплицах, в малобъемной гидропонике, когда высота теплицы там 4-5 метров, и растения растут в нейтральном грунте, там формируют растения два стебля. Два ствола, но не ограничена высота. Да, они достигают высоты там 3-3,5-4 метра. Это баклажан, дорогие друзья, трехметровой высоты могут достигать. Да, это промышленная технология. А вот обочные пленочные теплицы там, да, так формировать я не вижу смысла, просто надо посмотреть, потому что каждая ветка баклажани тоже делится на две, потом еще две. Вот надо посмотреть, во-первых, те боковые побеги, которых нету плодов, цветков, их, естественно, удалять надо. Вот то, что ниже первой развилки, это надо удалять? Да, до первого разветвления все нижние листья и побеги удалять надо, это раз. И плюс первый цветок, который тоже формируется именно вот этой развилкой, коронный цветок, тоже надо удалять, потому что очень много сил отнимает на формирование семян. А в дальнейшем уже растение растет, боковушки пошли, увидите, там цветочная кисть, оставляете, макушку обрываете. Макушечку оборвать. Да, но это надо не всех, потому что растение должно расти еще в высоту, там, да. То есть макушки там... Основные ветки там оставляем, там, три-четыре ветки, да, а боковушки там, да. После того, как видели цветок, завязываемость и удаляете. Еще про подкормки давайте с вами поговорим. Вот что нужно баклажанам для того, чтобы они завязывали большое количество плодов? Ведь иногда вот люди пишут, что, ну, мало, не получается. В принципе, тут никакой сложности абсолютно нет. Вот вы сказали, чтобы не затенялось, да? Первое условие – это, чтобы не было затенения. Вот если растения будут затенять, листья будут, там очень мало будет завязываемости плодов. Второй момент, чтобы затенения не было, естественно, надо соблюдать густоты состояния растения. Второй очень важный момент – влажность. Баклажан не любит влагу. Не любит влагу? Слишком влажность воздуха баклажан не любит. Третий момент – баклажан в то же время не любит и пониженная влажность тоже. Если у нас там влажность резко снижается, это, во-первых, это стимулирует, так скажем, паутинный клиш. Да. Поэтому оптимальный – это 70-80% для баклажана – это влажность воздуха, так скажем, да, вокруг растений. И подкормка, как обычно, комплексным удобрениями при необходимости. Поэтому очень много задают тоже вопросов. А сколько надо кормить? Сколько граммов надо кидать туда, да, понимаете? Это очень вопрос такой. Никогда нельзя сказать, что сколько грамм там чего-то. Все зависит от анализа почвы. Но, естественно, на огороде никто анализ не делает. Почвы, грунта не делают. По состоянию растений, наверное. Да, естественно, надо смотреть. Если листья зеленые хорошие, то… Это там, да, есть косвенные показатели по окраске листа, по росту, силу роста, так скажем, растений там, да. Тут очень комплексные мероприятия, поэтому там, я говорю, надо посмотреть, начиная от посадки рассады и до конца вегетации. Аграрь, соблюдение агротехники и условия врача. Баклажан очень резко реагирует, если ему не хватает питания, у него желтеют листья. Очень резко реагирует раз. И плюс растение как бы родом из Индии, как бы любит жару, да. В то же время и условия взращенного грунта, когда жарко очень, тоже плохо влияет. Оптимальная температура 25-27 градусов. Выше 30 градусов, что на томате, что на баклажане, что на перце, приводит к осыпаемости цветков. Ну, последний у меня вопрос. Вот как нужно выбирать сорта, какой срок созревания там нужно смотреть на упаковочке? Сейчас все селекционеры работают обязательно на скороспелость. Неважно, какой культуры, зависимости от региона. Если там мы говорим о средней полосе России, тоже первый признак. Естественно, красивая окраска, питательная ценность. Но если все это не позволяет климатические условия получать, какой смысл селекционеры работают? Правильно? Да. Поэтому ранняя спелость или скороспелость. Обычные вот современные гибриды, сорта баклажана, которые вы увидели в северных условиях, это вот до технической спелости плодов, вот такого состояния. Это 95-97-105, в зависимости от сорта, там, да, со смыслом гибрида. Это вот те сорта гибридов, которые здесь в Подмосковье будут. Вот Арзамас тоже средняя полоса России. Вот сейчас пройдете, посмотрите. Техническая спелость почти практически все сорта гибридов здесь достигают. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание. То есть вот 85-95 дней. Да, 105. 105 дней, да. Вот потому что есть баклажаны, которые 125-140 дней. Ну, 145-140 дней обычно имеют в виду вот эту фазу. Фазу биологической спелости. Но мы это не берем, потому что тут для любителей эта фаза не имеет смысла. Они, ну, если кто-то хочет собирать семена, тогда оставляют один плод. В принципе, вот с одного плода можно собрать, там, я не знаю. Всех обеспечить. Тысячи квадратных метров теплицы можно обеспечить. Здесь очень много семян на одном плоде держится. Так что достаточно будет одного плода, если хотите свои семена. То есть, в принципе, любые сорта гибриды аэлиты мы покупаем, мы гарантированно получим урожай. Баклажан? Да, получите. Продолжение следует...